Добрый день, запись пошла. Объясняю почему. Год или два назад мы с тобой провели телемост. Мы говорили о вещах абсолютно невероятных с точки зрения нормальной науки, современной науки. И ты знаешь, ни один человек потом не сказал, что мы говорили о каких-то глупостях, хотя это ни в какие ворота не влазило. Сегодня ты мне позвонил и сказал, давай еще поговорим. Я включил камеру, хотя это сильно сдерживает, но как? Одно дело, когда просто разговор льется рекой, а здесь на камеру, сам решай, о чем ты будешь говорить. Но в прошлый раз получилось. Я не хочу, чтобы ни одно слово не пропало из тех, которые, ну как сказать, которые выходят за рамками, именно там за рамками сейчас и все чудеса и творятся. В рамках ничего не осталось. Так, о чем я хочу сегодня немножко тему поднять. Тема какая? Значит, была сделана вытность родней, сделана посадка груш, семечек, южных форм. Это немножко технология Таги Диана, нашего друга, общего друга. Нашего общего друга. А технология в чем заключается? Она, значит, рассказывала о том, что если мы хотим получить нечто интересное, ну по крайней мере, как она это сделала. То есть она взяла семечки... Юра, называй по фамилии Татьяна Александровна Нога, правильно? Таги Диана... Таги Диана, это ее псевдоним. Ну, пусть так. Ну, кто захочет, тот найдет, тот узнает. Да, я... Сам, если что, подскажешь. Вот, а технология в чем заключается? При посадке, значит, южной семечки, она была... Проведена такая технология, значит, семечки были вынуты из южных образцов. Аналогично сделал Алексейка Алексея Ивановича, ну, на прошлый Новый год. Значит, некоторые семечки у Алексейка Алексея Ивановича, значит, вскрылись. Я ему сказал, я говорю, немедленно в посадку, остальные подсушить. Таги Диана тоже самое говорила. Алексейка Алексея Иванович, значит, взял, подсушил и в морозильную камеру. Татьяна Таги Диана тоже самое делала. Вот, и она после посадки получила, значит, плодоношение, плодоношение на четвертый год, что интересно. Вот, то же самое, они не вымерзли, они достаточно под 40 держат мороз. Там у нее интересные названия, плоды были божественные на вид и очень даже вкусные, очень даже вкусные, крупноплодные. Вот, решил, значит, Алексейка Алексея Иванович, значит, такую же процедуру запустил. Сейчас у него порядка 70 образцов растет, оставлены на посадку, посажены, не выкопаны. То же самое сделала ваш программист, Катюша Карташова. Тоже в районе 70 образцов посажено. Там яблоня, там груша. Это мои, наверное. Возможно. Да, она у меня все выписала. Здесь что получается? Вот, значит, с Евгением Городничим мы разбирали эту тематику. Ну и, значит, в бытность девушки из моей родни, Юлия и Тася, Анастасия, они также садили семечки, но без подморозки. Без подморозки выясняется, хотя я им говорил, но они были маленькие, их убеждать бесполезно. В этом случае эти груши заплодоносили на 10-й год. Вот три года Тася уже в плодоношении. Представьте себе, размер груши 280-320 грамм. Тася, в каталоге эта груша уже просматривается. Хотел запатентовать ее с разрешения Насти, но тут неумные люди сказали, что пока ты будешь патентовать, у тебя вся информация будет слита, и кто-то на этом деле хорошо, ну, как бы, научно какое-нибудь свое достижение откроет. Ну, ладно, это 10-й вопрос. Стоит, не стоит, это, как бы, второй вопрос будем говорить. Вот. И аналогично заплодоносила первый раз Юлия. Вы обратите внимание, значит, на видео съемка сделана, на видео какая красота. И размер такой же, Юлия, конечно, пораньше, 280 грамм груша. Вот. Можно взять, конечно, любую грушу пока, вероятно, где-то рядышком будет по вкусу, но любая южная груша – это песок, вода и никакого насыщения землей матушкой. И земля матушка Уральская-Сибирская дает такой вкус, если уж груша дошла до полной зрелости. И вот эта вот Тася и Юлия, они обладают такими вкусовыми свойствами, с таким обалденным вкусом, такой насыщенностью Уральской земли, без зерна, крупный. И вид у них, ну это, вы знаете, и при всем при том, рядом озеро, это средняя полоса между Челябинском и Екатеринбургом, где ветра, где рядом озеро, где минус 45 с ветерком, вы только услышите, что я сказал. Это вообще просто получилась фантастика. И, значит, с Евгением Городничим мы сидели, ну, без всего разбирали эти все составляющие, откуда, что берется. Вот. И, значит, определились на чем. Значит, проморозка, я предлагал, должна быть, заморозил, отпустил просто в холодильник. То есть, минус 25, как Алексейка Алексея Иванович замораживал в морозилке, минус 25, подсушенные семечки. И потом... А по времени? На три дня просто в холодильник, потом опять в минус 25, опять просто в холодильник, опять в минус 25, четко у него английский, по-моему, холодильник или какой-то, или Бош. Там четко температура показывает. И потом просто в холодильник и поставил на искусственную стратификацию. То есть, вот этот момент цикличности с Евгением Городничим, ну, он оспаривает, он остался при своем мнении. Ну, это как бы... А при каком? Это как бы его видение. Может, он и прав, может, я не прав. Так в чем он прав, в чем ты не прав? До сих пор... Цикличность, я вот считаю, цикличность для чего, как у Таги Дианы? Это, по сути, мы, значит, запускаем процесс, запускаем процесс выхода из памяти свойств, которые были заложены, заложены в памяти. Расшатываем наследственность, будем говорить. Расшатываем наследственность. То есть, мы залазим в память генома. Генома. У нас есть Валерий Константин Железов, который в свою бытность говорил, что любое растение, оно пришлое, но никак не пришло, значит, как бы от далеких-далеких... Ну как, от клетки там прошла производная, то есть это пришлое. Я с этим вынужден согласиться. То есть, в юности, в глубокой, в памяти этих яблонь-груш заложена высокая морозостойкость. И при посадке в наших суровых условиях мы, по сути, скрываем эту программу. А вот этот элемент цикличности, он пробуждает более ранний выход в плодоношение. Вот это мое личное мнение. И еще один момент интересный. Если вы хотите запустить этот процесс более раннего плодоношения, наступление в плодоношение, необходимо менять полярность. А что такое смена полярности? Допустим, сенец у вас растет. Прошло где-то 4 года. Семечковые, они по факту вступают в плодоношение, если не трогать, не трогать, на 10-й, 14-й год. Как Валерия Далматова, яблоко Далматовское. На 14-й год где-то. И то оно было сначала корявое, а потом оно приобрело все формы. И что интересно, значит, хочу я этого, не хочу. Но для чего вот этот вот сайт, допустим, Железовая Константинча, мой сайт? Это, по сути, паутина. Паутина, информационная паутина, будем говорить. Я вот хочу, того не хочу. И вот сейчас уже идет просто такой сбор информации. Поступают очень интересные экспонаты. Вот, допустим, от моего друга. Он строит храм Ародан в Красноярске. Вы представьте себе, там минус 50 почти ежегодно. У староверов нашел яблоко, которое также из семечки южной похоже. В этих условиях суровых они никогда никому не давали. Ну, вроде как я убедил, что, ну, держать и не делиться с народом, ну, с людьми будем говорить, это не есть правильно. Не есть правильно. И Красная Старовера, фаналок Лоба, у меня теперь этот образец появился, я как бы в предложении многое уже взяли. Форид Тухватуллин, садка, горнозаводская зона, ветра, минус 50. Пожалуйста, нашел яблоко, у него, ну, как говорится, там, по работе, тракторист, у него не вот такие мои кулачки, у него один кулак вот такой. Так яблоко в кулак не вмещается, 500-граммовое. Минус 50 выдерживает, 6 метров высотой и в диаметре где-то метров 7. Это яблоня лет 30, ежегодное плодоношение. Вот вам как бы идет информация, то есть образцы, которые с южной направленностью, они в программе, я не скажу, что все, но они обладали юностью, они далекой юностью, а это существует программа латентного спящего состояния. И при цикличности, ну, вот это тоже мое мнение, при цикличной заморозке, опускании, мы пробуждаем эту программу спящего состояния. И потом при посадке в уральской среде обитания, в уральской, в сибирской, вот эта программа отрабатывает. Какие-то генпризнаки выходят, а нам нужна морозостойкость. А что такое ДНК? Вспомним Горяева, волновая генетика Горяева. Он как утверждает, любое растение можно ввести во фрактально измененное состояние времени. Так же, как и нас, ввести в состояние комы. В состоянии комы мы не ощущаем критичных воздействий на нас. В состоянии комы, будем говорить через тире, фрактального измененного состояния времени. Растение уходит в измененное состояние восприятия внешней среды обитания. То есть, морозостойкость кратно изменяется. В данном случае, при критичном воздействии, ДНК дает команду, ДНК как мозговой центр, но это не мои слова, это Горяева. Это мозговой центр растения дает команду на вскрытие резервных сил растения. Растение резервных сил. И получается, что вот эти свойства, да, оно может подмерзнуть. Вспомним Железова. При подморозке у него клоны селекционные. Ученые бы сказали, это у нас что? Это у нас идут, значит, как же они называются? Валерий Кочин, подскажите. Забыл это слово. Ну ладно, сейчас вспомню. Вот. И в этом состоянии, в этом состоянии, значит, растение выдает те свойства, которые в спящем состоянии. И раз подмерзло, два подмерзло, а может быть и не будет подмерзать. И вот эта вот морозостойкость, она уже с течением времени выходит и закрепляется в свойства. А свойства, которые были на юге получены, в южных образцах, они остаются. Вот сейчас, в этом году, оставил, коли затронул тему фрактального измененного состояния времени, оставил в посадке, это тоже мне друзья из садки, Игорь из Красноярска, у которых минус 50. Они и Алексей Калексей Иванович, кстати, случайно оставляли, значит, персик, Алексей Калексей Иванович оставлял, значит, черешню. Тещу попросил посадить, она не посадила, в открытом пространстве, в горной зоне, зимовали под открытым небом, но не под снегом, в морозе. Там было 45, в садке минус 50. Весна, пробуждение, они открываются и растут. Вот сейчас я буквально оставил три персика, посаженные именно весной, осенью они вымерзают. В состоянии комы, фрактального измененного состояния времени, они зимуют. И вот посмотрим, они весной у всех моих друзей пробуждаются. Кажется это на ядре. Ядро – это память растения, это ядерная составляющая, будем говорить. А плазма, околоядерная составляющая, это как вегетативная составляющая. При тройном плодоношении, вот эта вегетативная составляющая переходит, значит, в закрепленное. Валерий Константинович, наводящие вопросы. Так, у меня накопились вопросы. Вот, как говорится, за базар отвечать надо. В чем вы, это, и ты сам сказал, городничий, умнейший мужик. В чем у вас разногласия? Он утверждает, что вводить в состояние стресса в морозильной камере нет необходимости. Ха-ха, вот он отец. Я считаю, что вот эта цикличность, эта цикличность, это сказывается на пробуждении ядра, раннем пробуждении ядра. И это в свою очередь будет сказываться на раннем вступлении в плодоношение. Ну это, я не генетик, я практик. Погоди, погоди, генетик, тебе, у тебя мало того, что это, у нас с тобой уже шаманами обзывали, это ладно, это просто кличка. Я не могу сказать, Константин, ни к чему. Послушай дальше. Мы друзьями ждать, не надо, не надо. Ты знаешь, что мне прилепили кличку Лосенковец? А ты тоже решил с Лосенковцами? Будем, как Путин говорит, это наши друзья. Как ты относишься к Лосенко, к агробиологии? Партнеры, партнеры. Он работал со злаками и делал то же самое. Ты мне скажи, как ты это, кличка тебя устроит, Лосенковец? Ко мне давно прилепили. Я почти Лосенковец, так что я спокойно воспринимаю. Нет, нет, давай так, давай не путать Лосенковец и Лосенковец. Скоро слово, Химеры, господи. Химеры отдельный разговор, это моя любимая тема, давай по порядку. Не путай Лосенковец и Лосенковец. У тебя будут свои Лосенковцы. Лосенко все это проделал со злаками, так? Сейчас я специально сказал, в чем различие, ты сказал, проморозка. Городничий сказал, не обязательно проморозка. Так я понял. Ну, возможно, он и прав. Ну, все, тогда это сразу какое-то. Нет, давай что-то одно. Значит, я придерживаюсь, допустим, я тебя послушал, да? Я же все время работал только с привитыми. А эти-то я культуру никогда не доводил до полношения. Сама идея, то есть, ну, как сказать, не идея, ну, как, само направление верное. Я, например, считаю, что проморозка в эту самую... Цикличность. Ну, естественно, несколько проморозок, значит, цикличность. Вот, дает гигантский шаг для селекции. Тут мы с тобой, вот, не могу руку протянуть, экран мешает. Вот, так, гигантский шаг. Не проверены до конца. Вот, наука сейчас... Знаешь, чем они занимаются, сказать? Не, не надо, не надо, не надо. Радиация и химия, да знаешь прекрасно. Здесь суть вот в чем. А проморозка, где их эти 50-градусные, а? Коль идет удар, изотопный удар, здесь идет то же самое расшатывание наследственности. Но ДНК с ума сходит. Во! ДНК сходит с ума. А у нас тоже сходит с ума. У нас в зоне прививки тоже с ума сходит. Грязная ДНК. Я с тобой согласен.